В районе прошло расширенное заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участие в заседании приняли не все, с учетом нынешней ситуации пандемии коронавируса. Председатель комиссии, руководитель исполнительного комитета района Ильнар Хафизов обозначил ряд проблем, которые выявлены в районе за 4 месяца этого года. И что имеем, то имеем. К сожалению, вот определенное все равно есть вопрос, все-таки озабоченность. Это по пьяным водителям 61 человек. Это за 4 месяца. Нарушение правил дорожного движения. Есть определенные вопросы по пострадавшим. Рост идет с прошлым годом. И определенный вопрос, конечно, детский дорожно-транспортный травматизм. Вот это нас вообще не красит. В прошлом году по нулям, в этом году два случая. Но одно радует не по вине детей, по вине водителей. В своем выступлении начальник отделения ГИБДД Рамиль Гарифуллин указал на опасные дорожные участки, которые необходимо оборудовать дорожными знаками. Не оборудованным в полном мире остается перекресток улицы Октябрьская-Гагарина, на котором отсутствует искусственная неровность и дорожный знак «Главная дорога» со стороны улицы Тукая. На перекрестке улиц ставлена автозаводская проспект Победы. Уже долгое время неисправно работает светофор. Известно, что в жилых зонах запрещено сквозное движение. Однако возле домов 102, 104, 106, 108, 110 по проспекту Победы они имеются. Поэтому данные участки не могут являться жилыми зонами, и выезды из них на проспект Победы должны быть оборудованы дорожными знаками «Уступи дорогу» и «Главная дорога». А пешеходная зона – знаками «Пешеходная зона». Подводя итоги заседания, Льнар Хафизов отметил, что положительных результатов по безопасности дорожного движения возможно добиться лишь при совместной работе всех структур района. Айгуль Ярулина, Юлия Казамарова. Новости Татарстана.